Австралия обвиняет Израиль в испытании ядерного оружия. Речь идет о событиях 40-летней давности, когда, по мнению австралийской и новозеландской прессы, Израиль осуществил ядерный взрыв в Индийском океане. Подробнее расскажет Сергей Ослендер. В мировую историю эти события вошли как инцидент Вэлла. 22 сентября 79-го американский спутник засек в Индийском океане серию сильных вспышек, характерных для ядерных взрывов. Тогда так и не удалось установить, что это было. Но вот сейчас, спустя 40 лет, новозеландские и австралийские журналисты утверждают, это Израиль при содействии Южноафриканской республики провел испытания ядерного оружия. По утверждению тех или иных специалистов, в том числе из Южной Африки, Израиль вместе с Южной Африкой производил ядерное оружие и помог им. Это также утверждал один из советских шпионов, контр-адмирал Южноафриканского военного флота. Который занимался именно этой проблемой вместе с Израилем, он возглавлял в Южной Африке часть работ по этой теме. В производстве ядерного оружия важнейшая часть его испытания. На своей территории по понятным причинам Израиль их провести не мог. Тут, по утверждениям журналистов, и пригодились связи с Южной Африкой. В обмен на технологии еврейское государство получило возможность взорвать свое устройство рядом с необитаемыми островами принца Эдварда. До сих пор Израиль так и не признал, официально есть у него ядерное оружие или нет. Материалы для его создания всеми правдами и неправдами покупали и похищали по всему миру. Комиссии из США не раз обследовали построенный в димоне реактор, но признаков производства оружейного плутония не нашли. Это потом выяснилось, что американских ядерщиков попросту обманули. Что придумали? Естественно, у каждого ядерного реактора есть свой пульт контроля, на который выводятся все данные. Построили два пункта контроля. Один настоящий и второй, который служил такой ширмой. У него подавались другие данные. Политику государства в этом отношении лучше всех сформулировала премьер Голда Мейер. Она сказала, что у Израиля нет ядерного оружия, но если понадобится, мы сможем его применить. Никому из своих потенциальных или реальных противников обзавестись бомбой еврейское государство не дает. В 1982-м израильская авиация разбомбила строящийся реактор в Ираке. В 2007-м аналогичную операцию провели в Сирии. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.